Как освободить синус давления? Ваши пазухи полые, заполненные воздухом пространства внутри черепа. Давление синус является неудобной, а иногда болезненное ощущение, которое вызвано воспаленной или раздраженной мембран, который выравнивает ваши носовые проходы. Опухание носовых проходов блокирует естественный поток воздуха и слизи. Слизистая попадает в ловушку и дыхательные пути блокируются, в результате чего давление пазухи и боли иногда называют синуситом. Независимо от причины, есть способы, чтобы сбросить давление пазухи и уменьшить дискомфорт. Часть 1. Использование боли и ощечек продукции, чтобы снизить давление дискомфортом. Используйте солевой назальный спрей. Солевой назальный спрей помогает очистить носовые ходы от слизи, а также увлажнить ваши носовые проходы. Используйте спрей как сразу, и быть терпеливым. Первая пара применений может быть полезным, но это, вероятно, потребуется многократного использования, чтобы получить полную выгоду. Получить нетипот Нетипот представляет собой устройство, которое напоминает небольшой чайник. При правильном использовании нетипот вымывает слизь и запертых раздражители, и увлажняет ваши пазухи проходы. Нетипот можно приобрести недорого более чем в розницу. Возьмите устные противоотечные. Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать более в небиржевом продукты, если у вас уже есть медицинские условия, такие как гипертония, диабет и глаукома. Такие продукты, как они могут быть полезны, но они не работают для всех. Устные противоотечные содержат активные ингредиенты фенилофрин и псевдофедрин. Более общие побочные эффекты, вызванные этими продуктами, включают нервозность, ощущение, что ваша частота сердечных сокращений увеличивается, небольшие возвышения кровяного давления, а также проблемы со сном. Устные противоотечные работают за счет сужения кровеносных сосудов в носовые проходы, помогая набухшие ткани сокращаться. Это улучшает поток слизи, чтобы уменьшить давление и поток воздуха, так что вы можете дышать легче. Вам будет предложено предъявить удостоверение личности, как водительские права, и ваша покупка будет записана. Это делается только для вашей безопасности, чтобы контролировать незаконное использование псевдофедрина. Используйте медикаментозный аназальный спрей. Противозастойные аназальные спреи или капли также доступны без рецепта, но следует использовать с осторожностью. В то время как эти продукты могут помочь очистить пазухи прохода и уменьшить давление быстро, используя их в течение более трех дней приводит к эффекту икашета. Ограничение их использования не более третьих дней предотвращает обратный эффект. Возьмите антигистамин продукт, если ваше давление пазухи вызвано аллергией. Синусид, или синусовое давление и заторы, может быть вызвано аллергией. Взять на себя без рецепта лекарства боли Ацетаминофен, ибупрофен, напроксин или может помочь уменьшить дискомфорт, связанный с давлением пазухи. Принимая ибупрофен или напроксин может также помочь уменьшить некоторые воспаления в носовых ходах. Другие симптомы, которые могут быть оказана помощь Более чем рецепта лекарства боли включают головную боль, связанную, и дискомфорт часто описывают как боль в зубах. Часть 2. Отпускаю синус давления с использованием домашнего лечения. Нанесите теплый компресс на лицо. Используйте теплую, влажную, полотенце помещается против вашего лица, чтобы помочь уменьшить давление и получить слизь и воздух двигаться снова. Попробуйте, чередуя горячие и холодные компрессы. Чтобы сделать это, поместите горячие полотенце через районы пазухи на вашем лице в течение 3 минут. Переключение в режим холодной влажной тканью или полотенцем в течение 30 секунд, а затем вернитесь к горячим полотенцам. Повторите эту процедуру, чередуя горячие и холодные, в течение третьих циклов. Лечение повторяют примерно 4 раза в день. Пейте много жидкости. Употребление жидкости хранит ваша слизь от получения густой и блокирует ваши синусы. Пить что-то теплое, как чашка горячего супа или горячего чая, может помочь облегчить заторов и давление. Кроме того, пить жидкости может помочь противодействовать любой сухости, которые могут быть вызваны чрезмерным небежжевым противоотечные. Ешьте острую пищу. Некоторые люди считают, что полезно есть острую пищу, как перец чили, чтобы помочь уменьшить дискомфорт, связанный с давлением пазухи. Спросите своего врача бромелайн и кверцетин. Бромелайн представляет собой фермент, полученный из ананасов, и кверцетин является растительный пигмент. Они могут помочь уменьшить воспаление, отек и другие симптомы синусита. Бромелайн может увеличить риск кровоточения, поэтому люди, которые принимают наркотики, разжижающая кровь не может быть в состоянии использовать его. Бромелайн может вызвать большее падение артериального давления при использовании совместно с ингибиторами АПФ. Кверцетин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая антибиотики. Спросите своего врача о синупрета. Поговорите с вашим врачом, чтобы увидеть, если это лечение травами подходит для вас. Сон в расклиненной положении вверх. Побольше отдыхайте и позиционировать себя таким образом, что вы можете дышать. Это может означать, спать на вашей стороне, если это позволяет вашим носовые проходы открыть. Вы можете получить пользу от сна в более вертикальном или подпер вверх положение, что позволяет дышать более комфортно. Надавите на конкретных областях, на лице. При нажатии на конкретных областях вашего лица, расположенной выше ваших основных пазух и областях, иногда может обеспечить временное облегчение. Нежное давление, массаж, или коснувшись в этих областях может помочь облегчить некоторые из давления. Избегайте ваши триггеры. Хлор в бассейнах является причиной синусита для многих людей. Другие триггеры могут быть более тонкими, такие как пыль или пыльца создать на ваших листах и подушек. Регулярно моете постельные принадлежности в теплой или горячей водой, чтобы сократить раздражители, которые вы можете дышать в то время как вы спите. Некоторые продукты были связаны с давлением пазухи и слизи, наращивания, таких как молоко, сыр и другие молочные продукты. Избегайте алкоголя, пока есть давление пазухи. Употребление алкогольных напитков может вызвать отек в ваших пазух и проходах хуже. Часть 3 Добавление влажности и влаги воздуха внутри дома. Держите воздух во влажном состоянии. Содержание влаги в воздухе помогает держать ваши носовые проходы влажные и позволяет слизь свободно передвигаться и уменьшит давление. Дыхание сухой воздух может привести к утолщению слизи и вызывает пазух, раздражение. Используйте увлажнитель воздуха. Увлажнители доступны в различных размерах и с различными функциями. Основные увлажнители доступны в виде холодного тумана или теплого тумана. Выберите увлажнитель воздуха, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и вашему бюджету. Увлажнитель воздуха увеличивает влажность в воздухе, чтобы помочь лечить и предотвращать сухие носовые проходы, которые могут привести к давлению пазухи и заторы. Холодный туман у увлажнителей, как правило, имеет фильтр, который нуждается во внимании каждые несколько месяцев, чтобы избежать роста грибков. Многие холодные сорта тумана может производить достаточное количество влаги для всего дома и может быть более безопасным вариантом, если у вас есть дети. Теплый туман увлажнители используют нагревательный элемент, который создает пар. Преимущество нагреться туману увлажнителей является то, что они убивают бактерии и грибки, так как пар вырабатывается в процессе добавления влаги в воздухе. Варить на медленном огне воду на плите. Поместите небольшой горшок, частично заполненный водой, на горелке на вашей плите, и пусть это кипятит на медленном огне. Это отличный способ добавить влажности воздуха, но требует дополнительного внимания и сильный акцент на безопасности. Обратите внимание на меры безопасности с этим методом, чтобы избежать повреждений и травм. Вдохните влаги непосредственно над нагретой водой. Очень осторожно, поместите полотенце над головой и позиционировать себя над кипящей водой. Тогда дышать в теплом и влагой воздуха заполнены, чтобы помочь облегчить ваше давление пазухи. Дыхание пар является эффективным способом обеспечения влаги пазух, но риск травмы могут служить основанием для первого пробовать другие методы. Это требует серьезного внимания к мерам безопасности, чтобы избежать травм. Поместите воду вблизи источника тепла. Безопасное размещение тепла Безопасный контейнер вблизи радиатора или другого источника тепла заставляет воду испаряться, повышает влажность и добавляет влаги в воздухе. Контейнер не должен быть помещен непосредственно на верхней части источника тепла, но достаточно близко, чтобы позволить воде испариться. Рассмотрите возможность использования влажного полотенца в качестве источника воды и поместите полотенце через теплотвод. Когда жара включена, увлажненную полотенце поможет улучшить влагу в воздухе. Будьте осторожны, чтобы не повредить пол или постоянно блокировать вентиляционные отверстия. Включите душ. Пусть душ бежат с помощью горячей воды. Закройте дверь душа, дверь в ванную комнату и дверь в соседнюю комнату в течение 5 минут. Затем выключите воду и открыть двери. Это хороший метод, чтобы увеличить уровень влажности в воздухе. Это не может быть для всех, так как в некоторых областях, используя больше воды, чем обычно является дополнительным ежемесячные расходы. Сушите одежду в закрытом помещении. Рассмотрите возможность добавления закрытой выдвигающейся веревках или опорной стержень в комнату в вашем доме. Сушки одежды таким образом увеличивают влажность воздуха внутри. Между стирально нагрузок использование смоченную полотенце висит от линии. Тщательно распылять воду на шторах. Добавить стоя источники воды по всему дому. Даже простые чаши, содержащие пресную воду, можно добавить влаги в воздухе. Поместите небольшие миски или емкости с водой, возможно, украшенные искусственными цветами или стеклянные шарики, по всему дому. Рассмотрим размещение контейнеров рядом с источником тепла, например радиатора. Получить аквариум или крытый фонтан. Добавление прибора, который содержит воду, как аквариум или фонтан, может помочь обеспечить влажность воздуха в помещении. Кроме того, они могут помочь, чтобы обеспечить более спокойную атмосферу или добавить в ваш интерьер. Это включает в себя дополнительные расходы, а также зависит от личных предпочтений. Часть 4. Обращение к врачу. Обратитесь к врачу, если симптомы сохраняются в течение более чем 7 дней, ухудшатся, или если вы разрабатываете лихорадка. Продолжение давления пазухи, гиперемия, боль, или бег лихорадка, может означать, что вы разработали синусит. Когда ваши синусы блокируются с перегрузками, слизь и бактерии, которые, как правило, производится попадает в ловушку. Если заторы и давление не освобождаются, захваченные бактерии могут привести к инфекции пазухи. Вы также можете получить вирусную инфекцию пазухи, если заторы и давление было вызвано простудой или гриппом. Принимать антибиотики, как предписано. Если ваш врач определит, что вы разработали синусит, антибиотики могут быть предписаны для вас. Убедитесь, что вы берете их точно так, как это предписано, и в течение всего срока действия рецепта. Даже если вы начинаете чувствовать себя лучше быстро, закончить рецепт, так как бактерии могут все еще быть сохраняющиеся в ваших пазухе пассажей. Признать разницу в синусового боли давления и мигрени. Советы. Избегайте вокруг дыма или в прокуренной комнате, когда это возможно. Дым может вызвать раздражение и далее высыхают ваши пазухи проходы. Не используйте носовой противозастойное спрей дольше, чем третьих дней, чтобы избежать эффекта отскока, который вызывает перегрузку и давление ухудшится. Не стесняйтесь обратиться к врачу, если ваше давление пазухи не улучшается. Вы можете иметь инфекцию, которая потребует антибиотики или более серьезное заболевание. Не пить алкоголь, когда у вас есть симптомы синусита. Алкоголь может высохнуть пазух и привести к дальнейшему воспалению.